Ну что ж, вот это вечерний Трабзен Вечерний Трабзен И могу сказать, что вечером здесь не особо жарко То есть какой-то ветерок такой ощущается Может быть я бы даже и свитер одел Однако днём было достаточно жарко И это Трабзен, Турция Я планирую всё-таки передвинуться в сторону моря непосредственно И трассы на Гирисун Трасса, которая связывает Трабзен И дальше на Гирисун То есть мне нужно вот в те края Примерно там море Ну а пока ещё светло Вот хочется продемонстрировать Один из таких проспектов То есть я здесь вот вижу, вот там в середине, как видите, мечеть Люди вот так вот ходят Какие-то магазины Непосредственно Вот такое-то здание, интересно Оно, окна все выбиты Или отсутствуют Как-то столь оно строится Либо ещё что-то Вот такое вот путешествие Да, скоро уже стемнеет Вот, тем не менее Кебаб очень был вкусный Я покушал Можно сказать Поужиналось Поужинал Вкусное было питание То есть Не зря я там постоял Проводил носом Около магазина Где продаётся ИКМЭК Ну то есть хлеб Вот Ну а Тем не менее Вечер Действительно Наступают Свои права Все машины Практически уже Включили фары Как можно Обратить внимание И тут такое вот движение Вот какие-то Автобусы Как видите На мне написано Трабзон Трабзон Путешествуем дальше Турецкий туалет Вот интересная штука В туалете Крутится Что она означает Сворцкая Видимо мыло там какое-то Электророзетка В раковине лежат Какие-то там Круглые штучки Вот так вот В Турции вечер Это Трабзон И мне удалось Наконец-то С третьей попытки С третьей попытки Вот вечером Вот в этом Помещении Которое находится Сзади меня Сложно понять Вроде какое-то кафе Вроде какое-то кафе Найти Вай-фай Чем я и воспользовался И написал Большой правительство Всем путешественникам Которые сейчас в России Или еще где-нибудь Всякие разные Автостопные сообщества И путешественнические сообщества О том что Ну еще может быть Кого-то из попутчиков Здесь сейчас Турции И может кто-то подскажет Какую-либо интересную Так называемую Вписку Места гостеприимных Людей Где можно остановиться Но тем не менее Повадка всегда со мной Ладно Главное что я написал Что Я в Турции И что продолжаю Своё путешествие Это главное Ну а видите Здесь стемнело Уже как бы вечер Уже как бы вечер Там море Черное Сейчас уже конечно Его не видно Но тем не менее Повадка продолжу Свою путешествие Ну а на самом деле Я вот сейчас зашел Достаточно быстро Мне Подключили Вай-фай В моем телефоне Другое дело Что действительно По-английски Здесь люди не говорят Даже вот таких вот Как бы кафе Модных Заведениях Это модное заведение Оно такое крутое То есть там сидит молодежь Только по-турецки Поэтому Если вы приезжаете В Турцию И даже находитесь В крупном городе В крупном городе В Трабзоне То вам нужен Все-таки Турецкий язык А вот там я вижу Летит самолет Летит он откуда-то Со стороны По-моему Европы Ну я его вижу Уж не знаю Видите ли вы его Вот Но самолетик Тем не менее Вот там пролетает А вон видите Такая точка светящаяся Вот Ну здесь хорошо Дождя нету И мне честно говоря Достаточно понравилось Вот такое вот заведение Главное что в нем Есть вай-фай Интернет сближает То есть я написал Путешественникам И одна путешественница Известная И много путешествующая девушка Мне даже там уже ответила По-моему друзья Товарищи Действительно Вечер Надо путешествовать Двигаться дальше Не здесь же я буду ставить палатку Хотя может кто-то меня еще вечером Сейчас и пригласит К себе В гости Посмотрим Спать пока я не хочу Вот Пишите комментарии Про Трабзен Интересно Да информация Какие здесь достопримечательности Что бы вы хотели посмотреть И в планах ли у вас путешествия В Турцию В этом году В 2016 году Такой вот вечерний Трабзен Людей здесь не особо много гуляют Сидят в каких-то заведениях Но нормально Нахожусь сейчас В машине Митсубиси Типа пикапа И нахожусь В туннеле Этот туннель достаточно длинный 3000 метров Его сейчас строят Может быть вы слышите Звуки строительства Я вышел посмотреть И какое-то время спустя Сказал Лучше зайти обратно в машину Ну видимо Это какой-то тайный Секретный объект Но он находится В Трабзене Вот Может быть что-то будет видно С этой стороны Действительно Вот видите Нахожусь в Сейчас В туннеле И сейчас где-то 11 вечера Уже темно Темнело Вот такое вот Мое путешествие Меня пригласили Два рабочих парня Куда-то В гости Возможно Так что Вот такое вот путешествие Да конечно Сейчас тут Практически ничего не видно Но тем не менее Я думаю Что что-то слышно Турция славится То что здесь Очень много-много Строят туннелей Вот один из них Мне действительно Удалось в нем Оказаться Во время От этих вот работ Кстати По-турецки Цализма И вот эти ребята Которые мне пригласили В машину Они кстати Разговаривают По-английски Разговаривают По-английски Вот такое вот На сегодня Мое путешествие Сказали что еще Ну спросили Голдин ли я И тому подобное Вот Ну ладно Посмотрим Что будет дальше Путешествие Вечером Вечером После этого Путешествия По Трабзену Я оказался Вот в этом Райончике И Хочется Добавить Вечером Что Шел я Выходил я уже Из Трабзена Надеюсь Меня все-таки Видно То есть Да конечно Это поздный вечер Сейчас уже где-то Час ночи Здесь в Турции Выходил я из Трабзена В сторону трассы Подъезжает Пикап Митсубиси Два Рабочих Человека Спрашивают Что и куда я По турецки Соответственно Спрашивают Ну Я представляюсь Что Путешествую Путешественник И тому подобное Они приглашают К себе В машину Везут через Длинный-длинный Туннель Который строится Они в этом туннеле Работают Строителем И Они спрашивают Айо Хангри То есть Ну Ты голоден Ест По-турецки Голоден Атш Атш Конечно Я это сказал И они Всячески Меня Потом Действительно Спустя какое-то Время Ну Прям накормили Прям кормили Чем же кормили Ну Это наверное Пять Чашек Или таких Вот Тарелок Супа Суп Такой Без мяса Могу сказать Но Такой Как бы Жирный Жирненький Такой Суп С Макаронами Был Много-много Хлеба Икмек Икмек Постоянно Чай Чай Тоже Наверное Семь стаканов Чая Меня угостили Так же Так же Это Сыр Сыром Угостили Это Так же Четыре Четыре яйца Угостили Солью Со всем Вот этим То что вкусное То есть Наелся Я порядочно Наелся Я порядочно Ну Ребята Работают Собственно Говоря И Как бы Так Чтобы Ночевать Где-то Уже Не стали Меня Приглашать Но Тем не менее Все-таки Сейчас Я Уже Со спокойно Так сказать Душой Наевшись Напитавшись Пойду Искать Место Где Ставить Палатку Вот Ну Самое Хотелось Что еще Заметить Что Действительно Вот эти Ребята То есть Они Достаточно Хорошо Разговорят По-английски Хотя Работают На такой Работе То есть Они Строят Туннель Длинный 3000 метров Я в нем Пройдем Наверное Полчаса Пока Они Там Заканчивали Свои Работы Странным Образом Вот эти Вот Рабочие Знают Английский Я Сталкиваюсь С тем Что В клубах Каких-то Мир Других Многие Молодежь Не Знают Английски А вот Простые Ребята Которые Занимаются Строительством Знают Английский Язык И знают Достаточно Хорошо Что Удивить Ладно Пойду Искать Место Где Поставить Палатку Пока Я Еще Даже Спать Как-то Особо Не Хочу Главное Что Вкусно И Приятно Было Покушать Да Ну Еще Кстати Там Кроме Хлеба Яиц Сыра Супа Чая С сахаром Также Там Были Вот Эти Забыла Как они Называются Видите Оливки Вот Оливки Еще Угощали Оливками Ну И все Конечно Фотографировались Смотрели Мою Карту Где Я путешествую Так Что Вот Так Вот Вечернее Путешествие По Турции Пишите Комментарии Друзья Товарищи